Провокационный армянский сайт продолжает свою экстремистскую деятельность в России. Необходимо пресечь лживые и экстремистские действия этого ресурса, об этом передает АЗАС. Азербайджанцы России снова обратились к Генеральному прокурору России с просьбой закрыть сайт армян Еркрамос. Как сообщает московский корреспондент АПА, обращение к Генеральному прокурору России Игорю Краснову было сделано от имени главы региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова. В обращении отмечается, что газета Айркрамос и ее сайт, занимаются экстремистской деятельностью в многонациональной Российской Федерации, разжигают вражду на национальной почве. На главной странице используется лозунг фашиста Горигин Анжде, гласящий, «Не должно быть и дня без борьбы с турком». В обращении подчеркнута важность пересмотра указанных фактов. В обращении также был затронут и ответ на обращение Диаспоры в Роскомнадзор, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России, от 15 июля 2019 года. В ответе Роскомнадзора говорится, что еще в 2016 году решением Первомайского районного суда Краснодара, регистрационное свидетельство Айркрамос Орг, как СМИ, было аннулировано, и его нет в общероссийской службе реестра. Однако, несмотря на это, Айркрамос Орг продолжает свою экстремистскую деятельность, доступ к сайту все еще не ограничен. Поэтому, просим вас заново рассмотреть данный вопрос, говорится в обращении. В обращении содержится и напоминание о том, что после обращения посла Армении в Россию, в Ордана Таганяна к генеральному прокурору России и в Роскомнадзор. Статья журналиста Льва Аскерова «Сумгаицкая трагедия». С чего начиналось и как это было? Написанная им, на основе архивных материалов Комитета государственной безопасности СССР и опубликованная в независимой газете, накануне годовщины сумгаицких событий 1988 года, немедленно была удалена с сайта. Хотя в ней приводились достоверные факты.